Добрый день, мои дорогие! Мы сегодня продолжаем готовить вкусные салаты для Нового года. Будем готовить яркий, праздничный, новогодний салат, который называется Майяны. Рецепт я взяла в США, он там очень-очень популярный. Первое, что нам понадобится, это желатин. Я уже подготовила желатин в пропорции 1 к 3, 50 грамм желатина, 150 миллилитров воды. Нам понадобится бульон, он у меня уже тепленький. В оригинальном рецепте бульона нет, но я его добавляю для более насыщенного, концентрированного вкуса. Дайте желатину раствориться, разбухнуть и добавьте его в овощной бульон. И наш бульон с желатином разделим на три части. Разлили на три части и теперь убираем. Для того, чтобы бульон остыл, первый ингредиент у нас морковка отварная. Мы ее нарезаем с помощью кухонной машины. Чтобы у нас была красивая форма салата, берем вот такую форму для выпекания кекса. Выкладываем на дно формочки морковочку. Слоем в толщину где-то сантиметра 2-3. Посолим немножечко по вкусу и поперчим чуть-чуть. Выравниваем аккуратно слой морковки. Заливаем желатином. Он уже остыл. Теперь мы ставим в холодильник на 15 минут. У нас прошло 15 минут, и спустя 15 минут у вас должно получиться вот так вот. Желатин еще не полностью застыл, но уже зацепился наш первый слой. Берем 300 грамм майонеза и заливаем остывшим желатином. Размешиваем до однородной массы. Это лучше делать венчиком. Берем наш застывший слой морковки и сверху заливаем майонезом. Теперь, чтобы наши два слоя сцепились друг с дружком и застыли, наш салат мы отправляем в холодильник на 30 минут. За это время я успею вымыть посуду. Приятно использовать безопасное средство для мытья посуды, которое не вредит здоровью. Поскольку существует средство, в составе которого входят натуральные компоненты. Например, экстракты лимона и оливы. Как правило, они полностью смываются с посуды и не вызывают раздражения. А удобный дозатор позволяет использовать именно то количество, которое необходимо. Берем перчик, берем лук и будем заниматься третьим слоем. Нам нужно перчик нарезать мелким кубиком. Убираем все семечки. Перец нужно нарезать как можно мельче. Берем зеленый лук, белую часть уберем и нарезаем мелко. Перемешаем лук с перчиком. Добавим немножко соли для вкуса. Немножечко перца. Заливаем остывшим желатином. Смесь перца и лука в салате дадут свежесть, сочность. И уже прошло полчаса. Достаем морковку с майонезом, застывшими уже двумя слоями с холодильника. Если вы все сделали правильно, то у вас вот что должно получиться. Заливаем наш третий слой ярко-зеленого цвета. Стараемся выкладывать все три слоя одной толщины, чтобы потом в результате была гармония в нашем салате. И отправляем наш салат в холодильник остывать, замораживаться на два часа. Спустя два часа полностью наш салат уже остыл. И можем начинать его украшать. Вот так вот накроем плотно. И аккуратно достаем нашу формочку. Тут у меня есть туечка. Она похожа на маленькую елочку и придаст вашему новогоднему столу атмосферу Нового года. Я, когда впервые увидела этот салат, честно говоря, я подумала, что это фруктовый десерт. Я не могла себе поверить, что это соленое, с майонезом, остренький, пикантный овощной салат. Помидорчики черри разрежем пополам. Так вот сверху немножечко посыпем микрогрином люцерны. Тут у меня есть еще микрогрин гороха. Вот такая красота у нас получилась. И мне не терпится это попробовать. Посмотрите, какой он у меня на разрезе получился. Ровные видны наши слоя, гладкие, то, что мы старались. И, конечно же, аппетитно и ярко. В середине зимы у нас есть сочный, яркий, праздничный салат. Очень вкусно. Не бойтесь экспериментировать. Вы можете добавлять в этот салат любые ингредиенты. И не только овощные. И у вас получится не хуже, чем мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин